Продолжение следует... Спасибо. 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 То же самое в аэропорте Куду у нас есть представитель который также занимается багажом и прочими формальностями. К слову сказать о плюсах перелета на местных авиалиниях они заключаются в том что неважно во сколько вы прилетаете будь то в 16 с чем то есть рейсы и у катарских авиалиний и у Emirates которые прилетают достаточно поздно когда уже не летают гидросамолеты например. Как вы знаете то здесь вы можете прилететь хоть в 2100 тем не менее всегда есть рейсы которые вас доставят в аэропортный пакет и то же самое на обратном пути если вы вылетаете на турецких авиалиниях или fly дубай то уже можно будет воспользоваться более поздним рейсом и сидеть и не зависеть от времени. То есть здесь у нас есть рейсы несколько раз в день и соответственно вы можете уже вылететь в более позднее время. Отдельное слово хочу сказать по поводу наших наград. То есть поскольку у нас все таки стандарты парк хаят заключаются в первую очередь как я считаю в высоком уровне обслуживания. На преподвайзере если вы зайдете почитаете отзывы и в принципе посмотрите на все наши награды на протяжении нескольких лет каждый год подряд мы занимаем призовые места по отзывам наших гостей. Похвастаюсь такой историей что в принципе среди всех парк хаятов в мире мы регулярно проверяем свою статистику по отзывам клиентов мы находимся то на первом то на втором месте. То есть я считаю что среди 30 отелей по всему миру это один из таких больших вкусов. То есть это показатели для нас. Прошу прощения Елена. Слышите меня? Это безумное количество любых других наград и дайвинг и эко-сегменты и в частности если говорить про эко-сегмент у этого отеля моя особенность это первый единственный отель на Мальдивах. Спасибо. Который был специализирован в комитете EarthCheck, который создает эко-стандарты для отелей, для вообще сферы туризма. И при проектировании и строительстве у нас что называется ни один куст, ни один коралл не пострадал. Ну если так грубо говорить, отель был построен по принципу ненавредить. То есть вы видите на картинке, на слайде, что у нас часть вил немножко стоит подальше от пляжа, часть поближе. Но это было сделано для того, чтобы не навредить той растительности, которая уже была на острове. Например, да, если можно отступить где-то на метр, на два метра от берега из-за того, что растут какие-то, скажем, древние уже деревья, то здесь они, конечно, делали все максимум для того, чтобы сохранить эту окружающую природу. И то же самое с водными вилами, если вы видите вот здесь, в этой точке, где у нас располагается седьмая вилла, в этой части. То есть первые семь вилл были построены по проекту, так скажем, но между седьмой и восьмой виллой у нас архитекторы увидели гигантский такой коралловый куст. И, конечно, чтобы его не ломать, они решили немножко изменить проект. Соответственно, у нас часть вилл, уже восьмая, девятая, десятая и так далее, уже построены по принципу немножко другому. То есть они повернуты в сторону немножко другой. Ну, соответственно, это стало плюсом для отеля еще в том, что вот эти последние семь вилл у нас имеют вид на закат. Ну, и что хотелось бы еще сказать по поводу особенностей локации данного отеля, данного острова. У него, естественно, по всему периметру, такой вот коралловый лиф, он живой, он красивый. К нам приезжает великое количество дайверов со всего мира, чтобы насладиться этими подводными красотами. И особенности течения в этом месте скажу, что поскольку остров расположен чуть дальше от кромки атолла непосредственно, у нас нет сильных течений. То есть если вы уже занимались снорклингом на Мальдивах, уже каким-то образом плавали, то вы понимаете, да, что если у нас есть лагуна, то где-то уже вот в этом месте вас начинает сильно течением относить в сторону океана. Здесь такой истории нет. То есть даже самый непрофессиональный снорклингист, он, даже маленький ребенок будет в абсолютной безопасности, без страха, да, что его унесет течением куда-то в океан. Соответственно, у нас очень хорошо заниматься хаякингом. И опять-таки нет таких безумных волн, что куда-то сносит в открытый океан абсолютно нет. Ну, тем тем менее, это, то есть наши гости могут пользоваться рифом, скажем так, по всему пилиметрую. Недалеко от отеля, недалеко от острова у нас порядка 15 дайтсайтов, то есть некоторые из них расположены буквально в 20-30 минутах езды от отеля на скоростной лодке, то есть их большее количество. И есть буквально пара мест, где, куда нужно плыть порядка двух часов, но тем не менее, это того стоит. Я вам в самом начале вебинара в чате отправила линги на Dropbox File, где вы можете посмотреть большое количество наших опций, да. Это, наверное, один из немногих отелей, где присутствуют самые разные виды снорклинга и дайвинга. То есть, если вы зайдете и посмотрите на дайв-сайты, там очень подробная схема изображена, куда и зачем нужно плыть, чтобы посмотреть подводный мир. И что касается снорклинга, у нас есть самые разные виды снорклинга. Есть специальный тетл-поинт снорклинг, есть ночной снорклинг, есть снорклинг-сопровождение. То есть, порядка 12 опций для того, чтобы гости могли насладиться подводным миром. Можно взять с собой гида, который вас проведет, проплывет с вами по всем самым интересным местам на рифе. В принципе, да, если вы не любитель дайвинга, но, тем не менее, любите шикарный домашний риф, любите посмотреть за морскими обитателями, то, в принципе, вот даже прошивая водных рилов, можно спуститься и понаглентать за этой краской. Здесь находятся один из самых лучших снорклинг-сопровождений. В принципе, можно зайти в воду абсолютно с любой точки и насладиться красотками подводного вода. Начну я, наверное, рассказ про инфраструктуру отеля с таких паблик-эриэс, с паблик-зон. Значит, это у нас главная джетти. Здесь мы включаем гостей. Дальше чек-ин у нас происходит так, как вам будет удобно. Мы, в принципе, можем сделать и чек-ин в номерах, что является, на мой взгляд, наиболее удобной опцией. Но можно и так сделать, что гости сначала собираются в нашей доме, в нашем лаунже, и, соответственно, дальше уже расходятся по номерам. Но, как правило, мы не заставляем их вырастать. Депозитов у нас в отеле нет. То есть здесь не встает актуальный вопрос о том, насколько же у нас эти депозиты в отеле. Дальше у нас следует зона ресепшн, сама по себе вот в этой части, и дайвинг-центр. То есть у нас дайвинг-центр с оборудованием для кнортлинга, экскурсионный центр. Все находится в этом месте. Здесь находится главный ресторан с крышей. Ресторан двухэтажный, то есть можно завтракать или этот тюжинник на втором этаже, если нужен красивый вид. Ну, также есть и такая зона, называется она Руфтоп, на крыше как раз главного ресторана. Здесь мы проводим кинотеатры под открытым небом. Ну, они не совсем под открытым небом, там есть небольшая беседка, то есть на случай небольшого дождя, то есть под ней можно спрятаться. Опция кинотеатров под открытым небом у нас есть бесплатная, то есть один раз в неделю ей могут поспользоваться все гости. И дальше у нас идет непосредственно уже бар. Это главный бассейн. И вот это вот пляж Хадаха. Такой большой, огромный, шикарный входом в океан. Здесь находятся лежаки, здесь также есть небольшой бар, то есть весь сервис на пляже вам предоставляется. Если вы захотите что-то выпить, да, либо прохладительных напитков, либо пива, то, пожалуйста, поднимайте флажок и официантка вам подойдет и предложит те или иные прохладительные напитки. Также, если вы находитесь больше, чем 20 минут на пляже, вам обязательно комплементарно предоставляется небольшой такой бокс, где можно, откуда можно взять воду газированную или газированную, петерированную воду. Что еще? Дальше у нас идет спа-центр, огромный, у нас своя территория. Это The Island Grill, а-ля-кар-ресторан. Ну и, собственно, по территории здесь, наверное, все переключено. То есть вся паблик-зона у нас сосредоточена в одной части. Так выглядят в зоне, сейчас находятся на реконструкции, то есть буквально через неделю она завершается. Новенькая, чистенькая, сверенькая, симпатичная. То есть ее используют и для револ, и для пачи, и в том числе просто как такая симпатичная вам еще зона. Завидум СПА – это, как я сказала, огромный СПА-комплекс. Сейчас я попробую сделать звук лучше. Надеюсь, так немножко лучше слышно будет. Отлично. Значит, спа-центр. На территории спа-центра располагается огромный бассейн. В частности, это фотография йога-павильона. То есть здесь можно заниматься йогой. У нас есть опции бесплатных сеансов йоги. То есть это где-то два раза в неделю санрайз-йога и санрайз-йога. Огромный бассейн. В принципе, им можно пользоваться и просто для принятия солнечных ванн, но также и просто для релаксации. До процедур, либо после. И отдельно я хочу сказать про наши спа-виллы. То есть это не просто спа-тритмент-комнаты, к которым мы привыкли в любых других отелях. Это виллы, спа-виллы, у которых отдельная кабинка для процедур. То есть вот эти моменты, они закрываются. То есть это прозрачные такие стены, кондиционированное помещение. Дальше беседка отдельная. И, соответственно, такой мини-бассейн, джакузи. И дальше уже вот с этой стороны идет отдельная кабинка для переодевания и санузел. Вот. То есть, в принципе, эти виллы мы зачастую используем в качестве опции для размещения для позднего чекаута. А когда отель бывает переполнен. Естественно, мы стараемся делать бесплатный поздний чекаут для наших гостей. Но когда загрузка высокая, мы пользуемся этими опциями. Согласитесь, они достаточно комфортные. То есть хочешь джакузи, хочешь какую-нибудь процедуру еще закажи. Ну, то есть очень-очень здорово. То есть это как отдельная небольшая деревушка. И, как я сказала, йога у нас, уроки йоги предоставляются также на комплементарной и на платной основе. То есть, в принципе, если мы сравним стоимость йога классов с другими отелями, то 55-65 долларов за частный урок, я считаю, что у тебя совершенно адекватные деньги. Есть и аква-йога, есть пранаяма, любые какие-то варианты. У нас есть два потрясающих специалиста, которые проходили длительное обучение в Индии. Поэтому здесь все на высшем уровне. Что касается системы питания. Отель работает на всех, абсолютно любых типах питания. То есть это и завтраки, и полупансион, и полупансион, и all-inclusive. Причем, замечу, что all-inclusive здесь достаточно выгодная опция. Сейчас она стоит порядка 170 долларов на человека в сутки. Но, поверьте, несмотря на то, что я не скажу, что в отеле меню самое дорогое на свете, по сравнению с какими-то супер-лакшери новыми отелями, но, тем не менее, оно достаточно доступно. И 170 долларов на человека является одной из самых таких интересных опций. Описание все включено. И меню всех баров и ресторанов вы также можете увидеть в тех линках, которые я вам оставила. В принципе, в конце я оставлю свои контакты. Если у вас есть вопросы, просто можете даже прислать мне свои электронные лица, и я вам отправлю все необходимые материалы. Часть мы планируем в ближайшее время перевести на русский язык для вашего удобства. Обращу, кстати, ваше внимание на систему питания. Смешно назад. Значит, система питания у нас идет а-ля карта. Что касается завтрака, у нас нет огромного шведского стола. В принципе, все топовые лакшери отели не используют огромный букет на завтрак. Это, как правило, буквально 7-8-12 позиций. Именно того, что можно, кому необходимо быстро перекусить. Мы подаем фреши. У нас есть, хотите, шампанское на завтрак. Все это будет предоставлено на основе. То есть это будет уже в сторону завтрака. Если какие-то отдельные позиции нужны, все это можно заказать по меню. Яйца Бенедикт, Скрэмбл Экс, Омлет, Южный фруб. Все, что хотите. Есть отдельные. Если даже нет того, что есть в меню, вы не хотите этого, то шеф-повар приготовит это по вашему желанию. У нас буквально полтора месяца назад появилось два новых человека. В составе это Пабло, Executive Chef, вы его увидите на видео, и Лука. Это два абсолютно страстных итальянца, которые любят готовить. Как говорит Лука, the cooking is my passion. То есть это люди, действительно, любящие свое дело. Что касается Private Dining, почему я обращаю на него такое внимание, нигде, ни в одном отеле на Мальдивах я еще не видела такого спроса на Private Dining. Практически каждый день у нас есть 3-4 заказа на какие-то романтические ужины. Кстати, замечу, что в пакет все включено. У нас входит один раз в течение проживания как раз такой ужин. В принципе, не обязательно он может быть не романтическим, он может быть какой-то семейный ужин, когда нужно отметить какое-то событие, день рождения или еще что-то, или годовщину. То есть это все мы предоставляем. У нас, кстати, есть и Blinding Dinner. Это когда гостям завязывают повязкой глаза, и, соответственно, они просто кушают то, что им подают. То есть они делают выбор из каких-то позиций в меню, и, соответственно, уже потом пытаются определить, что это. Ну, естественно, у нас, в частности, в Москве есть такие рестораны, которые пользуются большой популярностью. Это очень интересно. В общем, здесь это такая очень популярная опция, которую советую. У нас вот этот сетап практически никогда не убирается с пляжа. То есть он настолько популярный. Главный ресторан The Dining Room – это, как я уже сказала, а-ля карт, то есть который работает и на завтрак, и на обед, и на ужин. Как вы видите, время самое такое flexible для гостей. Для тех, кто встает пораньше, это в 7 часов утра, да, открывается. Для тех, кто встает попозже, в 10.45, гибкое время обеда и ужина. То же самое. В принципе, если вы придете в любое другое время, ну, захотите вы покушать, например, в 6 часов вечера, естественно, вам никто не откажет и приготовит для вас. В принципе, как девиз отеля – это все-таки индивидуальный подход к нашим гостям, за которые нас и любят. Мы никогда не можем отказать нашим постояльцам. Island Grill – ресторан, тоже фирменный а-ля карт гриль-ресторан, в основном морепродуктов, естественно. Здесь проходят периодически и мальдивские вечера, и шейлангийские вечера, то есть кухня, скажем так, народа этого региона, стран Индийского океана. И одни из самых замечательных у нас моментов – это бич-барбекю, который тоже идет от Island Grill – ресторана. И опять-таки этот гриль, этот бич-барбекю входит в пакет «Все включено». Там готовятся потрясающие вещи, то есть есть крапления шлейцкого стола, и есть моменты, когда при тебе готовят свежую рыбу, тунца, лобстеров, кальмаров. То есть все это настолько вкусно, очень-очень рекомендую. «Зе бар» – у нас небольшой такой бар-отель, где можно покурить кальян в том числе. Здесь также могут проходить трансляции матчей. У нас гости из Британии в конце июня, когда я была, активно смотрели здесь игры, чемпионат мира по футболу. Ну и само по себе очень приятное место для времяпрепровождения. Ну и, наконец, перейдем к виллам. Это то, на что мы обращаем внимание в первую очередь при выборе, скажем так, отеля, особенно когда мы заходим на полотно поиска тура туроператоров. У нас базовая категория – это парк-вилла. И следующая категория по стоимости – это парк-вилла. На фото представлен парк-вилла. Парк-вилла отличается, соответственно, просто отсутствием бассейна. Каждая вилла оборудована и телевизором, собственной развлекательной системой. У нас нет каких-то отдельных больших талмутов из серии меню спа-центра или меню баров и ресторанов. То есть все это у нас закачано на iPad. И гости, соответственно, могут уже смотреть постоянно обновляющиеся меню именно на этих гаджетах. Также есть фен, утюг и гладильная доска. То есть это один из часто задаваемых вопросов. Мы их не то чтобы предоставляем по запросу, но они там автоматом уже есть. Мини-бар, кофеварка. Кофеварка у нас капсульная. То есть мы самостоятельно делаем эти капсулы. Капсулы тоже сделаны из эко-материалов, которые разлагаются. То есть не просто пластик, который будет еще сотни лет лежать в земле, а это непосредственно из эко-материалов сделано, которые через год могут полностью превратиться в песок. Внутри, конечно, номера очень просторные. Они имеют такого огромного освещения. Для этого у вас такое вот уютное, мягкое освещение. Если нужно клиентам больше света, вот эта часть, у нас раздвижные окна-двери, они полностью раскрываются и получается такой красивый вид на террасу. Если это на сад, то на сад. Если более открытый вид на огня, то это открытый вид. Если у вас, кстати, есть вопросы, вы можете их по ходу задавать, чтобы мы потом не забыли отметить. Что касается максимального размещения, хочу отметить, что у нас, в принципе, по контракту идет 3 взрослых, либо 2 взрослых плюс 1 ребенок. Но, тем не менее, если у вас какие-то есть особых пожеланий, мы будем рады предоставить и размещение 2 плюс 2. Но, опять-таки, просто это делается по запросу. Просторные ванные комнаты. Они наполнены светом. То есть здесь нет каких-то глухих стен. Это полностью идет такой солнечный, теплый свет. Есть душ под открытым небом, есть закрытый дождь. Отдельная зона санузла. То есть все приватно, без всяких зеркальных перегородов, как иногда бывает в хай-тек-отелях. Делюкс Парк Пул Виллос – это новая категория. Обращаю ваше внимание, открылись они буквально в ноябре месяце. И чем они отличаются от других базовых категорий, от Парк Виллы и от Парк Пул Виллы? Здесь идет более расширенная зона бассейна. То есть он порядка 55 квадратных километров. И вот такая беседка. Тоже абсолютно новая. Это, кстати, вилла номер два. У нее такой прямой видный океан. Многим это нравится. То есть, в принципе, у нас Наталья абсолютно точно знает, что нужно российскому клиенту. Если у нас есть какие-то особые гости, обязательно выходим со всей командой на связь. И уже по тому, что важно для клиента, либо открытый вид, либо закрытый, либо более широкая полоска пляжа. То есть все вот эти моменты мы стараемся отрегулировать и предотвратить самое лучшее размещение для наших гостей. Вторая новая категория, которая появилась у нас также в ноябре 2017 года, это три two-bedroom парк полувилла. То есть они, по большому счету, состоят из двух отдельно стоящих вилл. Здесь, конечно, не видно за балкой, но, тем не менее, между ними такой есть небольшой проходик, они достаточно близко друг от друга располагаются, но, тем не менее, это как два отдельных таких здания. То есть одна вилла поменьше, другая побольше. То есть вот эта вилла, она, собственно говоря, как и все остальные, как парк вилла, как парк вилла, по интерьеру абсолютно одинаковые. Здесь, то есть это за основу для строительства как раз 50 раз вилла метров и северная. То есть вот эта вилла, мастер вилла, скажем, назовем ее так, кроватью king size, с той же самой огромной ванной комнатой, душем под открытым. И вторая вилла, она с кроватями twin, то есть с двумя отдельными кроватями. Ну, у нее, естественно, немножко поменьше ванная комната, но по комфорту, по интерьеру, по мебели абсолютно тоже самое. Вот, и парк ватер вилла, да, у нас, как я сказала, часть базовых парк ватер вилла и часть парк сансет ватер вилла. Они абсолютно одинаковые по квадратуре. Максимальное размещение здесь тоже идет 3 взрослых. Если вам нужно разместить семью с детками, простите, то это тоже можно, но тем не менее подписывается специальная форма, по которой родители дают добро на размещение с детками. В принципе, да, здесь будет все зависеть от возраста. Детей есть более юркие дети в возрасте 6-7 лет. Есть более спокойные дети, в виде подростковых. Если не будут носиться по вилле, по террасе, соответственно, будут вести себя выходить более спокойно, без страха упасть в воду. Что касается внутреннего наполнения, здесь зона open space, небольшой такой зоной гостиной, и дальше просторная ванная комната. И хотела еще сказать несколько слов о программе лояльности World of Royale. Безусловно, каждый из вас может стать членом этого клуба при проживании в том или ином отеле. То есть вы можете попросить зарегистрировать себя, если вы бываете в отеле, можете сделать это на сайте онлайн. Но с практической точки зрения, если мы говорим о клиентах, безусловно, члены клуба World of Royale больше присутствуют в США, в каких-то карибских странах, в странах Европы, в Азии. В России не так много держателей карт World of Royale. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что если к вам пришел держатель карты World of Royale, у нас есть небольшая разница между туроператорскими контрактными ценами и тем, что есть на сайте hayat.com. То, что есть на сайте у нас, это, как правило, цены Recreate. Да, мембершип World of Royale имеет свои бонусы и привилегии, но, тем не менее, у вас по контрактным ценам немножко, да, другая специфика. То есть, если на сайте это Recreate или Best Available Rate, то в контрактах это четкая фиксированная цена и получается, что не все, скажем так, привилегии будут доступны при бронировании через туроператора. Но, тем не менее, мы находим какие-то опции. Если к вам пришел клиент и говорить, что я держатель карты в World of Royale, такие привилегии будут поделать вам. Вы просто можете связаться со мной либо уточнить вашего туроператора, да, который также будет связан со мной или с отелем напрямую, и что-то мы попробуем сделать. Ну, и если подводить черту под всем высказанным, дальше я вам покажу видео, и дальше мы сделаем большой розыгрыш, кто является нашими клиентами. локация отеля позволяет совершить, скажем так, rare escape, да, как если сказать по-русски, то есть такой своеобразный побег от цивилизации. То есть если ваши клиенты ищут большого количества увеселений, ночных клубов, дискотек, файр-шоу, это не наша история абсолютно. Здесь отдыхают состоятельные, респектабельные люди, достигшие какого-то определенного жизненного статуса, которые просто хотят отдохнуть душой и телом, вдоволь насладиться дайвингом, снорклингом, шикарным качеством обслуживания, жить в огромных номерах. То есть это все мы предоставляем. Если нужны какие-то моторизированные виды спорта, у нас с берега это сделать нельзя, потому что, во-первых, это домашний риф, и, во-вторых, защита домашнего рифа, и, во-вторых, это шум. У нас есть отдельная опция. Буквально к 15 минут от острова есть, скажем так, интертеймент, развлекательный такой остров, где можно воспользоваться и скутерами, и парасейлингом, абсолютно любыми видами, моторизированных видов спорта, но это просто не будет мешать остальным гостям. Мы это все делаем, мы возим. Вот. Поэтому повторюсь, что мы делаем большой акцент на качество обслуживания. Вот. Сейчас я вам покажу видео, которое сняли наши коллеги. Они немножко стеснялись, это их дебют, поэтому не судите строго. Привет. Меня зовут Равин Кумар. Я Генеральный Манеджер Парк-Хайет Молдив. Добро пожаловать на наш Райский остров. И извините за мой прокурорский язык. Спасибо большое. До свидания. Привет, всем. Меня зовут Дилетта Гуарино, и я директорка операции Парк-Хайет Молдив. Я очень желаю, что все вы могли бы приехать в этот замечательный момент для настоящей красоты, и что вы могли бы испытать нашу замечательную госпитальность. Привет. Меня зовут Пабло, я руководитель в Парк-Хайет Молдив. Интернаш, Нович, Ефи Терсо. И если вы будете более чем 1,000 guest, я буду готовить это для вас. Привет. Меня зовут Анн. Я я нашу фронт-файет Молдив. Я нашу фронт-файет Молдив. Мы у нас есть фронт-файет Молдив. Мы у нас есть фронт-файет Молдив. У нас русских языков сетки любимые, чтобы мы помогли наших гостей в любых вещах. Привет. Меня зовут Швуча. Я нашу фронт-файет Молдив. Я надеюсь, что вы можете поздать Здравствуйте! Меня зовут Рилван. Я основной лидер для БЛУЖНИС Дивинг Аттивити. Мы в БЛУЖНИС Дивинг Аттивити Центр рассмотрим вас. Спасибо. Добрый день! Моробба! Мой правед! Спар Манеджер, я вам приглашаю вас в ВИДУН Спаре. Спасибо! Меня зовут Фарина. Я директора в сейлзм парка в Мальдиве Хадага. Я работаю в сейлзм парка в Мальдиве Хадага. Меня зовут Хасан. Я сейлзм парка в Мальдиве Хадага. Пожалуйста, приглашайте мне в любую информацию или помощь. Спасибо! Это небольшое видео, которое, в принципе, тоже доступно будет по ссылке, которое я отправила. Конечно, это далеко не все участники нашей команды. Тем не менее, они всегда очень приветливые. Это действительно очень дружный коллектив, которые всегда рады прийти на помощь. Недалеко от острова есть город отеля. Там, где я не обедаю, не обедаю. Это очень небольшой вода. Мы не можем везде отмести ее в нашу дорогую воду. В принципе, я вам хотела еще показать небольшой виртуал тур, но ссылку я оставила на него. Здесь немножко сложное будет техническое подключение. Тем не менее, там вы можете увидеть абсолютно классные виды отеля. И давайте перейдем к розыгрышу такого приятного набора. Значит, смотрите, можем разыграть это среди всех участников. Не важно, в какой стране они находятся, не важно, в каком городе. Почта недалеко, поэтому могу отправить. Давайте тогда будем писать. Вопрос следующего плана. Какие две категории вилл у нас появились? Да, вот, Татьяна Смирнова. Я даже не успела до конца проговорить. Татьяна Смирнова уже прям четко и квадратуру указала. Делюкс Парк Полвилла и Тубедром Парк Полвилла. Это как раз те самые категории новые, которые у нас появились. Татьяна, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте, которую вы здесь видите, либо по WhatsApp. И мы с вами решим, каким образом я смогу вам доставить. Спасибо всем за внимание. Была рада вас видеть. Удачных продаж. И напоследок скажу, у нас очень классные спецпредложения, поэтому считайте, подбирайте туру у туроператоров. Я уверена, что вашим гостям понравится. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Да, вечер. Продолжение следует. Продолжение следует. Отдыхайте. Дождик, конечно же, не каждый день, но иногда бывает. Очень приятный ветер такой к вечеру, к закату. Всем ждем, всем будем рады. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...